Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Какова эпидситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители республики Саха и Кутия. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается стабильно напряженной в республике. Ситуация полностью под контрольным органом государственной власти органов местного самоправления на территории республики. За сутки, на 2 декабря 2020 года, зарегистрировано 217 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 115 случаев приходится на столицу нашей республики, город Якутск. И большое количество случаев сегодня отмечается, также продолжает отмечаться в ряде наших промышленных районов, таких как Мирненский, Нерюнгренский и Алданский, на что обращено внимание, как и непосредственно руководители оперативных штабов, которые сегодня обращаются к гражданам, на необходимость соблюдения мер санитарно-эпидемиологических, которые установлены и уже являются обязательными Роспотребнадзором, так и тех ограничений, которые установлены главой республики Саха и Кутия. Также большое количество случаев сегодня уфиксируется по Вилюйскому и Мегино-Кангаласскому районах, где, соответственно, со стороны районных оперативных штабов принимаются дополнительные меры. И необходимо обратить внимание, что на протяжении всего времени, если, например, сравнивать Мегино-Кангаласский и Намский район, то более дисциплинированный оказывается сегодня Намский район, в котором появляется возможность достичь и уменьшения количества случаев, и, соответственно, и сегодня высвобождение коек и более четкую стабилизацию ситуации. Мегино-Кангаласский район, исходя из своего территориального расположения, так ситуацию и не может урегулировать ее стабильно и назвать нельзя. Поэтому сегодня до сих пор продолжают быть заняты под инфекционные стационары, в том числе и интернаты учебных заведений, что, конечно же, не может не вызывать определенного рода вопросов. Тем не менее, это вынужденная мера, которую сегодня на территории Мегино-Кангаласского района применяем, исходя из того количества случаев, которые есть. От одного до пяти случаев зарегистрировано еще в 21 районе республики. И, соответственно, из северных районов. Хотела бы обратить внимание на ситуацию в Жиганском районе и, соответственно, ситуацию, которая у нас сегодня имеет место быть в Алайховском районе. В целом, все находятся на контроле того, что происходит. За сутки лабораториями республики у нас сделано 3179 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, продолжается сезон и скоро наступит сезон гриппа. Поэтому вакцинация против гриппа сегодня является наиболее актуальной. И, действительно, сегодня мы должны достаточно много заботиться и о собственном здоровье. Соответственно, основную проблему по вакцинации представляют... Есть ряд районов, которые уже выполнили все планы по вакцинации. Основную проблему сегодня представляет столица нашей республики, город Якутск. Соответствующее поручение, требования со стороны Роспотребнадзора и главы республики поступило в адрес руководства города. И, соответственно, на это необходимо обратить внимание в целом всем учреждениям, организациям, которые находятся на территории нашего города и совместными усилиями муниципального образования на всех месте провести и, соответственно, вакцинацию противогриппозную. Вся вакцинация осуществляется в наших поликлиниках. На настоящий момент с понедельника практически все поликлиники работают, все медучреждения республики, и в том числе в городе Якутске, работают в плановом порядке. Если есть какие-то сложности, то в большей степени они связаны с тем, что либо специалист в отпуске, либо находится на больничном листе по той или иной причине. Либо же достиг возраста 65 лет, имеет хронические заболевания, происходит его замена, но в полном объеме, а плановая помощь на территории республики восстановлена. Поэтому всех, прежде всего, призываем на вакцинацию против гриппа. И сегодня Министерство здравоохранения республики официально опубликует названия тех организаций, которые неудовлетворительно проводят свою работу по вакцинации против гриппа. Спасибо.